так всем привет с вами эфиркет вот пришло время поменять вот эту поябень закисшую и не брызгающую на нормальные верные форсунки от индийского варианта хондай акреты с таким вот портномбером потому что эти уже не брызгают как мы их не чисто не пробовали и надобно заменить щетки потому что щетки уже вверху вот поддирают лобовик сраные каркасники но надо дать должное полтора года они простояли сейчас димон пока переодевается готовимся заменим ну и масло естественно масло надо будет тоже поменять про масло будет отдельный включил ролик и самое и озвучен и показан димон погляди сюда он там подготавливается переодевается мы поближе рассмотрим мерзость под названием борщевик человек только не пасется и осы и бабочки и мухи и вообще ужаса но если так присмотреться но не особо то он и омерзительный кстати кто не знал борщевиком раньше кормили коров еще при хрущеве его единственное только надо было вырубать до того как он то ли какой-то цвет начинал давать то ли еще чего-то и он был тогда не ядовитый он очень богат белку ну а потом у нас россии как всегда повелось и он стал варизитарным растением скрестившись со всякими там подобными ладно вернемся к вернемся к теме замена форсунок стеклоомывателя дворников так далее тихонечку вырываем лица ладно все они во внутрь дадим даже давай давай ну да как всегда привет но сама-то сделай на честь не буду разваливать запчасти там сам привезет ну надо будет попробовать и снимаем и снимаем вот эти вот кнопочки да которые верные которые не греются и которые не образуется родной накипи за которую эта хуйня все забивается мастер хундеи супер тоже все менял да у меня проще а ты там с бушем работаю откручиваем откручиваем на хрен а чё брат сам привезет не может ничего он вроде сказал сам брат так резинки резинки чего нас тут лежат до пускай нет я понял или она на тумбочке сказал он почему не стал в среду я попросил сделать машину там надо было я поеду резать он уже все переиграл может переиграли не знаю мы когда домой ехали и не забываем отключить повод короче что тогда я телефон даю я сказал что это вы сейчас работаете они только не раньше понедельник ну вроде как не горит ну по ходу да лучше конечно подъехать полтора года эксплуатации на тягуане через год снять не могли так вот жаба но сейчас она приклеена да вот это что у нас стороннего там а это тоже надо выдергивать да да не это для чем она уже надо задрать жабу да форсунки выдрать да жаба у нас заходит на лобовик и сейчас димона и демонтирует кстати интернет не пиздёшь про то что снимать клипсы блять страшно опасно с риском их сломать бля не знаю ребята вы чего курились то пришлите мешать тоже от учета погулять а вот стой вас здесь теперь тут трубочку а как снимать просто вот он без всяком обыкновенно фигушки тут она видишь на этом я ему там ставка двойной ну да ссоре у меня просто рукоза это видеокамерой я как бы в виду так его смотрим у нас открывается прекрасный вид да кстати блять так дайте засмотрю да вот эту вот говнину ну кому-то говнина окисленно но говнина с подогревом мы будем выбрасывать и будем ставить говнина без подогрева окисленная вся блин вот нахуя такой цирк досмотрел что он даже почернил проводок да так погоди пока ничего не делай я засмотрю вот пожалуйста подкапотная под лобовое пространство слушай а димаса можете вот те дырки заклеить надо а он тебе смотри вот эти вот или хуан ну блин по сравнению с тигуаном чё скажу блин хоть и проход прямой но мотор находится внизу они вверху как в тигуане это раз вода в салон не течет как в тигуане это 2 и блин ну достаточно чистое подкапотное пространство если что говорили что тут смазки нету ну блять я что-то тут ее наблюдаю по крайней мере на своем автомобиле ну если что баллон смазки взял и мы проделаем момент а вот для лифтующих кто будет лифтовать свою креветку доступ также открывается ладно вот забо смотреть а с другой стороны как-то блять хорсунку спрятана вот здесь она вообще спрятана а там она чего там она вот она с обогревом короче блять чисто коммерческое решение маркетологическое вот снимается форсунка изнутри снимается форсунку изнутри вот отжимается вот тот крючок и она вытаскивается наружу вот и вот и и да короче неудобно держать посеками да уберу камеру пока ну короче понятно вот тут язычок надо отогнуть и туда и выдавить вот после танцев с губном вынимаем вот такое уебище что блять с окистывшимися проводами херней еще кстати смотрите аккуратно когда будете разбирать вот эту мандулу вот эту мандулу можно отломить как это мы сделали в принципе если вы не собираетесь дальше использовать хотя даже если собираетесь использовать здесь страшного нету скотч или клей какой-нибудь вот ладно у нас получается пока вот мандула кстати от нее по-хорошему слышь димон можно отломать этот греющие элементы поставить на новую форсу не не нужен нахуй он весь он кипяченый единственное что тут разъем под капотом а вот тут разъем под капотом надо залить будет жидким клеем у тебя есть такой-то пластиковый клей-то мы понял да пистолет да 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 ну чем-то короче за разъем надо будет это обнулить чтоб туда не попадала вода и не было козы в общем понятно да ну там вот надо открутить те позиции открутить вот тут и только тогда вы докопаетесь до форсунки по блецки спрятали конечно в тягу они вообще на него тут на капоте отщелкиваешь и выбрасываешь и блин другие ставишь ужас китайский маркетинг да это мой фотик на которую делаю фотографию где он там что-то нашел сейчас будем ну да нам проводку отсюда надо демонтировать к вам вот но положи где-нибудь ее рядом план свет выключен в общем суть ясна до аккуратно выковыриваем потом обратно вковыриваем и выбираем проводку а вот тут разъем вот тут разъем чем-нибудь глушим таким чтобы брал себе влагу в принципе можно да нет вот эту кишку не выбрасываем оставляем на долгое светлое будущее вместо собрать щеку форсунки вот выковыришь сам или помочь ты отсюда до цепляешь а там уже потом выковыриваешь этого и теперь его ковыривай так что кто пытался их снимать снаружи но что-то ребят мне кажется не уйдет этот номер смелее она там свой греющий элемент вот обцепляй снаружи тухой не выдрать нереально во все пошла если надо отцепить от шланга а шланг у тебя там руках вот ну еще посмотрим как полезут туда вот эти веерные верные верные конечно верные дружище нахуй они нужны эти стройные я помню тигуановские блин тоже с подогревом блин этот подогрев он только к росту образует у них в этих форсунках и забивает их тигуановский помню ночью в антинакипине для меня жили продул неделю поездил все побежал один хер за новыми да конечно гибану тоже схемы как без 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 должен там кольцо она пишет написано что в наборе а чё там а кольцо осталось там она стоит в муфте если ступица меняется там вот эта херня до пружина какой идет теперь берем вот такой вот партнамбер и мотель мясо то сколько блять пропадает и распаковав их надеваем туда одно шланчик 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 сейчас сейчас одну минуту я одену их на шланчик будет немножко не видно надеваем на шланчик вот где то есть то вот надеваем на шланчик и спокойненько их туда нахуй защелкиваем все все теперь можно это все трихомудию без вот той все ебестики которая тут была подвешена где она есть вот без вот этой ставить смело назад вот и включать магистрали поливалку непосредственно вот в принципе еще здесь хрен до копейки сколько сразу вот ненужного говна убирается из под не знаю из под накладки скажем так не знаю накладки передней части лобового стекла нижней части лобового стекла вот конечно можно бы хорошо промыть и засадить на силикон но в целом в эти башки здесь собиралась грязи за полгода столько что ужас пока там определенные дышки не заклеил вот эти дырки клеить не надо потому что это дренаж вот это все сейчас будем ставить и потом уже посмотрим как они пшикают согласитесь самый интересный момент во всей процедуре в итоге имеем изъятую из под капота вот такой вот ненужный хуй тень еще плюс вот это вот пластмассовая дрянь которая там нафиг не нужна теперь идем смотреть как это дело будет брызгать вот вот и хватает доверху и сразу старые щетки выкидывать перехотелось где им хотя ладно я отсюда попробую вот 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 у нас поливает достает довсюду если не видно то вот пожалуйста видно да и к хуям этот обогрев так одно дело сделали осталось тут щетки хайнеровские поставить так вот поставил хайнеровские щетки без каркасные 40 и 65 посмотрим как с ними будет тереть да конечно надо было сделать перед повесткой краснодара ага сейчас во вообще красота так ладно вот такая вот хуйня снимается из-под капота про то что вот это аккуратненько не оторвать я уже говорил тем кто будет ставить с подогревом ну да ладно ну вот во что превращается форсунка вот одна это вот вторая и вот что я могу сказать вот из-за этих нагревательных ебучих элементов что на тигуане блин дольше двух лет они не жили эти подогреваемые форсунки которые греют создают вот эту накидь вот здесь вот и в дуплах в этих засирают их что вот здесь полтора года и пиздец как пример приведу снятые со своего поджерика форсунки еще пять минут дим как пример приведу снятые со своего поджерика форсунки двухстроенные без всяких подогревов с металлическими внимания этими самыми распылителями били отлично все четко но единственное что мне как бы я привык к веерным без всякого подогрева я их снял поставил веерные все они бы так и дальше отлично работали а я уверен если бы они были с подогревом они бы закипятились внутри и пришел бы они пиздец вот примерно так выглядит опция теплый пакет или как он там часть опции теплый пакет причем вот эти форсунки хер вы где найдете даже вот тут портнамбер ничего вам не даст вот тут оба переброс так ладно идем дальше так ну сейчас мы посмотрим как на скорости 60 поливают форсунки веерные которые я поставил и заодно как труд четкий хайнер видно да то есть как бы ну и сейчас выйдем на трассу там наверняка лупит дождь на горизонте все это прекрасно видно и значит это посмотрим как на скорости они будут 120 поливать и как щетки будут справляться со своей работой ну вот так вот из каркасники справляются просто с водой с грязью с внешними атмосферными осадками счастливчик на моцике в общем как то так делайте свои выводы меня все устраивает ну вот вышло и на трассу скорость 120 пробуем пробуем стрёмно то как ну в общем нормально поливает нормально труд ну приходится дотирать немножко стекло орошается полностью даже несмотря на видимость того что бьет вот середину скорость ну все ребятки спасибо за внимание работают щетки хайнеры и форсунки индийского производства или там чего-то производства продемонстрировал спасибо за просмотр надеюсь что видео будет вам полезно партнамеры все видны в начале видеоролика еще раз всем пока и до встречи на канале с вами было еще